Опасность экономических и коррупционных преступлений ни в коем случае нельзя недооценивать. Их часто сравнивают с ржавчиной. Если вовремя не устранить угрозу, коррозия источит силовые конструкции экономики и разъезд государственные механизмы. Поэтому и экономическая безопасность, и противодействие коррупции всегда являлись одним из важнейших направлений работы органов внутренних дел. Предъюбилейный 2016 год стал для сотрудников Одинцовского ОЭП и ПК очень успешным. Отдел был признан лучшим в Московской области. Добиться таких результатов непросто, ведь в сфере экономики сотрудникам полиции приходится бороться с элитой криминального мира. Тем ценнее каждая победа, одержанная над преступниками. В результате оперативно-служебной деятельности в минувшем году в разы выросло количество выявленных экономических преступлений, значительная доля которых тяжкие и особо тяжкие. Борьба с коррупцией и нецелевым расходованием бюджетных средств, вскрытие фактов взяточничества и уклонения от уплаты налогов, пресечения мошенничества в сфере ЖКХ и проблемы обманутых дольщиков можно отнести к наиболее значимым направлениям деятельности отдела. В ноябре 2016 года по подозрению в мошенничестве был задержан руководитель группы строительных компаний, который привлекал средства граждан и не исполнял обязательства по договорам строительства. Общая сумма ущерба превысила 21 миллион рублей. Достигли определенных успехов в борьбе с незаконной игорной деятельностью. Было выявлено порядка пяти подпольных казино. Вся продукция изъята. Данное преступление имеет определенный резонанс. Также выявлено незаконное производство алкогольной продукции. Оперативники смогли установить помещение, в котором размещалась линия по производству и склад контрафактной алкогольной продукции и акцизные марки, чья подлинность вызывала сомнения. Из незаконного оборота было изъято 80 тысяч бутылок суррогата и 3 тонны спиртосодержащей жидкости. Пресечена деятельность еще нескольких нелегальных цехов. В одном из них, например, 12 приезжих из стран ближнего зарубежья разливали стекламывающую жидкость, содержавшую ядовитый метил. Потребителей удалось уберечь от покупки 14 тысяч готовых к продаже пятилитровых канистр опасной незамерзайки. Среди других резонансных дел, раскрытых сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, попытка мошенничества при проведении муниципального земельного аукциона, дача взятки сотрудникам государственных и муниципальных органов власти, незаконная реализация осетровой икры на сумму более 2 миллионов рублей. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в торговом павильоне в сельском поселении Барвиха задержали 52-летнего азербайджанца. При досмотре у него обнаружили и изъяли 44 полукилограммовые банки деликатеса стоимостью около 700 тысяч рублей. Сложно представить, что подобный объем работы смогли проделать всего 23 человека. Именно такова штатная численность отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. Коллектив молодой и по-хорошему амбициозный. Здесь приветствуется наличие сразу двух высших образований – юридического и экономического. Уважаемые коллеги, хочу поздравить вас с праздником, с 80-летием основания нашей службы. Подразделение по борьбе с экономическими преступлениями является приоритетной в системе МВД. Наше ремесло – это объективно непростое дело, однако хочу отменить, что наша работа видна и она нужна гражданам нашего района. Хочу от себя лично пожелать вам богатырского здоровья, человеческого счастья и мира в семье.